Так, привет, дамы и господа, мысеры и сарихи, и сегодня мы рассмотрим супер-мега-топовую обнову, 2 секунды только музыку с меню. Итак, что у нас тут в патч-ноте? Переведем. Так, на язык, который мы все поймем. Итак, события, хэллоуинское, золотая, давайте дальше сразу. Хэллоуиновское событие, золотая тыква, какая-то ракус 2. Семидневное мероприятие, каждый день заходите и просто получаете плюшки. Сразу все перечислю, вы заходите, получаете 3 билета на площадь, 3 билета на пик, камни призыва духов, это свитки, которые 2-го грейда вам сразу призывают. Там вставки в духов и вставки, соответственно, в камни, вот видите, 2-й, 4-й день. Дальше, сундук поддержки рейда, это скорее всего будет тот же сундук, как и предыдущий, то есть 2 красных билета на 5 зеленых. Если будет не так, я честно не знаю, может здесь написано сколько... Нет, это другое, да, это другое, ведь и не написано, но может в подробной акции написано, в общем не столь важно. Дальше, легендарный ящик улучшения телосложения и материалы, то есть это на цишку, либо на тело, вам поможет, если вам уже нужны легендарные части, ускорить процесс перевода на следующий левел. Едем дальше. Так, хана, это понятно. Так, так, события, в магазине древних монет, опа. Опять за древние, блин, я только потратил. Хотя нет, у меня 1200 есть. Я буквально, ну там, 2 дня назад 600 тысяч слил. События в магазине древних монет. Ну, скорее всего, там опять будет 4 вот этих дракончика золотых или 2, сколько можно будет купить. Около 40 красных драконов, и там какие-то свитки, блестки, эликсеры. Так что, да. Короче, что-то себе там купите. Надо было собирать древние монеты, да? А у кого 0, у того 0. Но у меня 1200 есть, но опять же, это близко не хватит. Мне, чтобы купить все, и вам, кроме золотых драконов, нужно около... Сколько там, 750 тысяч, где-то так нужно. Это немало. Это не 5 минут фармить. Ну, за сколько там, неделю или 2, я думаю, купим. Дальше. Событие. Сюрприз божественного дракона. Так, эпический лучший. Это, я так понимаю, нам каждый день будет давать, да? Всего 12 раз. То есть, 12 раз мы получим коробку. Скорее всего, она будет в коробке. В которой будет, соответственно, вот... Всякие пилюльки. И необычные редки. Еще и заточки. Прекрасно. Прекрасно. То есть, это хорошо. То есть, 12 раз мы получим где-то в 3 часа дня по игре. Они, по-моему, дают. Не помню. Около того. Да. Дальше, пожалуйста. Ага, да. Событие легендарное. Испытание волшебного камня. Ну, стандартная акция. А-ля по выкачке стали и по поднятию цены стали. То есть, будете участвовать, не будете. Сотрите сами. Но я рекомендую, если и хотите, то добивайте акцию до конца. То есть, не лезьте в нее, если у вас нет там 30 около лямов стали. Ну, смысл. Там 1-2 раза попробовать. Ну, да, если вам прокнет самой акции золотой камень, будет неплохо. А если нет, вы пожалеете о том, что вы на полдороги, скажем так, остановились. Поэтому, если уж берете цель выполнить акцию, то вы фигачите. Если что, продаю золото. Вы сейчас на любом сервере, еушки, вы можете 30 лямов стали купить за сколько? За 1200 золота. 12 долларов. Около того. Даже меньше, потому что я бонусом накидываю. Так, дальше. Ежедневно. Один бесплатный призыв. Так, креп... Чего? Крепление. Читаю, как есть. Система волшебная сфера души. Это... Читаем, как есть. Использование магической сферы души улучшает характеристики персонажа. Это вот эти арбы и орбы, которые я говорил еще месяц назад. Около того. Спойлерил. Да, то есть это какие-то камни будут, вставки. Скорее всего, будет отдельная, естественно, для них ячейка и прочее. И у вас будет, там где вы переставляете пресеты, питомец, камни и фрагменты. У вас появится четвертая вкладка под вот эти арбы. Не знаю, насколько это будет бюджетная тема, что она будет давать, много или мало. То есть вот вводили, допустим, последний потенциал. Ты много тратишь книжек, но ты и много статов получаешь. Я спотанцевал и получил 9400 БМа на данный момент. И я считаю, что каждая потраченная книжка, даже сгоревшая, того стоит. А вот арбы, посмотрим. Ну и тут, видите, ограничения. Итак, магическая сфера души разблокируется при достижении персонажем... Странно, что 123-й, не 121-й, да, чтобы мотивация. Ведь они третью циферку забустили. 123-го уровня. Так, это понятно. А дополнительные слоты откроются при достижении персонажем. 133, то есть у меня 1, 2, 3. Теперь мотивация взять не 151-й, а 153-й. Оу. То есть всего 5 слотов будет. Да? 1, 2, 3, 4, 5. То есть у меня будет 3 слота. Видите? То есть сделали явно не для новичков. Новички могут только посмотреть на будущее, стоит им там что-то оставлять эти ресурсы или не стоит для будущей прокачки. Но кто хотя бы 123-й взял, тот хотя бы это прощупает, помацает и немножко, наверное, поднимет БМ. Так, вы можете изготовить сундук волшебной сферы души, свиток чар для сферы волшебной души. У НПС, а? Так. У дракона мира в деревне Духов Аркадии. Там такой стоит, да, уже дракон, по-моему? Да, по-моему, стоит дракон. Итак, хорошо, изготовленная сфера души. Так, создание предмета. Эпический волшебный сундук со сферой души. Эпический красный. Что для этого нужно? Эпический камень духа. Эпическая сфера дракона. Лям-энки. Лям-меди. Ой, лям-меди 10, извините. Нолик не досмотрел. Всего-то. Да я вас прошу, это изи. Да. Она 132. Ну, скоро 133-й, кто апнет. Там им будет неплохо, да? Понимаете, чатик? Да. Всего лишь 10 лямов. Но это на эпический. Особый сундук. Эпическая волшебная сфера души. Что за особый? Что там будет интересно? Так, главное тут не попутать. Эпическая волшебная сфера души. Две штуки. Энергии 2. Меди 20. Не знаю, чем они отличаться будут. Скорее всего, только на одном и поймем. Легендарный. Нужен легендарный камень. Легендарная сфера дракона. Этих же итемов нет в игре, да? Или я... Бля, почему картинку просто не добавить? Ну вот почему не добавить картинку? Ты бы уже знал. Ага, это картинка. То есть этот итем уже есть в игре. Или его еще не ввели. Скорее всего, еще нет. Я не знаю. Так, энергии 5. Медь 40. О, ну может медь поднимется в цене, кстати. А то 0.04 и 0.05 прыгает. Может будет после такого чуть-чуть поднимется. Ну, типа кто-то ее скупит. И особый сундук. 10. Лямов энки. Сейчас еще и на энку, скорее всего, цена прыгнет. И меди 80. Так, свиток улучшения. Сферы души. А вот свитки-то, видимо, такой расходник, который там, скорее всего, будет шансовая тема. Итак, свиток улучшения. 10 эссенций жизни. Есть такая штука в игре? Не помню. Очищенный камень души. Такое и есть. Да, тоже на них цена, я так понял, поднимется. Темная сталь 20 тысяч. Ну, то есть недорого. Медь 40к. Из-за этого вряд ли цена на медь увеличится. Но на медь, на сталь. Но на медь и на энку чуть-чуть поднимется. На процентов даже в ангую 10 может подняться. Так, с небольшой вероятностью можете получить магическую сферу души босса. Из специального сундука с волшебной сферой души. Все-таки интересно, но нифига не понятно. Да, магическая сфера души разделена на магическую сферу души. Хотя бы картинки какие-то добавили, блин. Смотри, вообще нихера не ясно. Просто читаешь и такой себе в голове придумаешь, как оно будет выглядеть. А узнаем мы это после шести или когда там обнова проедет. И магическую сферу души босса. Каждый из них имеет разные параметры по умолчанию и навыки магической сферы души. Волшебную сферу души можно улучшить новыми эксклюзивными предметами. Эпический золотой гоблин. Редкий белый серебряный гоблин. Камень духа эпического уровня и магическая сфера души. Так, волшебную сферу души можно улучшить до 12 уровня. Скорее всего там очень дешево это прокачается все. Так, дополнительные характеристики даются случайным образом. На уровнях 3, 6, 9. Так, где я это видел? Не хватает, чтобы здесь была цифра 15, а здесь еще цифра 12. Чатик, вы не видели этого нигде? Да не, на моем канале точно никто не играл в Summonar War. Нет, я даже не буду упоминать все такие. Что за Summonar War? Нет, точно никто не играл. Да а что за бред? Я же говорю, сука, их офисы буквально вот так рядом. Они, наверное, в одном офисе эти две игры делают. Твою мать. 3, 6, 9. Короче, когда... То есть минималка придется точить плюс 3, чтобы получить бонусный стат какой-то. Наверняка он будет рандомный, да? Активируется при достижении... А, а навык Волшебная сфера души активируется при достижении 12 уровня. Ну, наверное, Супер Дупер Чам что-то дает. Может какая-то типа полупассивка, активка. Дополнительные характеристики получены на уровнях 3, 6, 9. Можно... А, смотрите, можно сбросить с помощью чар Мэджика... Что-то там... Эл Мэджикал, да? Соул Орб. Навыки Волшебной сферы души не будут дублироваться. Навыки экипированных вами духов. Оу! То есть ты в Орбе можешь словить какой-то навык какого-то духа? Опять же, будет это какая-то пассивка, активка или что-то типа там. Опыт плюс 15 процентов. Когда уже в СВ будет коллаборация с Мерч 4? Я не знаю. Так. Вот. Купил бы у меня NFT, был бы уже 135. Вот и я про тоже. Так, да, 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 да. Так, навык Волшебная сфера. Ага. И не будет действовать более высок... Более высокое значение. Но опять же, надо смотреть. Картинки какие-то визуально, чтобы циферки эти прощелкать. Магические чары для сферы души. Магическую сферу души можно зачаровать, как обычное снаряжение. То есть как будто вы шмотку еще одну получаете, понимаете? В чем прикол? Как будто артефакт, представьте. Вот артефакт можно прокачать. И за каждый, допустим, плюс 3, плюс 6, плюс 9 там вы получаете какой-то дополнительный навык. Как будто вы грейт у шмотки поднимаете, вот у золотой. Допустим, если у вас золотая шмотка, у вас 5 вставок. А золотая шмотка второго грейда уже 6 вставок. Потом 7 и, соответственно, 8. Сечете, да? То есть здесь такое же. То есть это не какой-то камень, который вы качаете, не качаете. Он статично вот лежит и просто увеличит стату. А здесь как шмотка. То есть вы можете как вставку в нее сделать, так и ее саму прокачать. Представьте, что у вас как будто вам дают пушку еще одну. Типа второе оружие. Что-то типа того выходит, да? Но опять же, как оно на деле будет работать, надо посмотреть. Так, обратитесь. Да-да-да, в энциклопедии там ни хрена не написано интересного. Случайно. Высший доступный уровень S. Ну, стандартно. А вот будет оно давать как шмотки. Вот сравните S в шмотке. Она дает, допустим, 9% бессилия. А если вы S-ку добудете в артефакт, там вы получите 5.9%. То есть почти 6. Разница большая. Это и в цене. Там 9% в шмотке, а там 5.9%. Независимость от того синего, там шмотка, красная шмотка 9. Они и там, и там в артефакте 5.9%. Что в синем артефакте, что в золотом. А вот сколько здесь будет, непонятно. Может вообще там процента 4. И будет оно ли того стоит. Ты просто как на добивочку идешь. А может будет там 15%. И оно будет лучше, чем шмотка. Полезней. Предметы. Эпический золотой гоблин и редкий, редкий, белый, серебряный гоблин. Твою матушку, бля. Так, эпический золотой гоблин. Короче, это предметы, с помощью которых можно улучшить магическую сферу души. Ага. Эпический золотой и редкий. Так, можно получить, воспользовавшись контентом ниже. Опа. Так, содержание. Башня с 1 по 4 этаж. Так, а... Оно просто будет дропаться или как это работает? Ну вот. Клановый вызов. 3-7. Клановый вызов. Это испытание, правильно? Наверное, такой перевод. То есть, с 3 по 7 этап нам могут дать вот... То есть, непонятно. Это просто как... Он будет вы... Хорошо. Тут клановый вызов, понятно. Вы убили там финального босса. И в конце вам могут дать, как знаете, как... Как вот эти чаши сейчас, ядра. А вот в башне. Может сейчас будет дальше. Задание. Открытие предмета. Ящик с наградой. За ежедневное задание. Типа, когда... Я не помню, как он называется. Вот этот финальный ящик, когда вы его делаете. Те, кто взяли, по-моему, 110 левел и выше. Вам дают в конце ящик. За 10 заданий каждый день. И там пропуск на адский рейд. И кучу всякого барахла. Типа, этот ящик, наверное, имеется ввиду. Блять, ну сиди, запоминай все названия этой игры. Тем более, у них тут еще перевод. И оно зачастую называется не так, как в самой игре. Твою бабушку. Рейд. Заброшенная шахта. Кто? Стенанья. Опять, блять, переименовали что-то. Гнездо багрового дракона. Так, ну, я его как раз каждый день оформлю. Это хорошо. Ну, и все остальные выше. Так. Адский призрак. Подожди. Кто? Клейдоген. Отрекшийся король. То есть, это не фарекс, я так понимаю, да? Блять, просто сиди, переводи. Адский призрак. Это монашка, по-нашему. Призрачный призрак. При... Еще раз. Призрачный. Сука. Призрак. Еще надо было написать в призрачном лесу. Пиздануться можно. То есть, это этот адский пиздюк с молоточком. С чупа-чупсом в руки. Ладно, хер на них. В общем, от тех боссов, которые мы, наш клан фармит регулярно, падает. Это хорошо. Редкий белый серебряный гоблин. А эпический может, видите, только здесь выпасть. Ну, эпическим, наверное, эпические там какие-то вставки. Редким, соответственно, редким. То есть, редкий, я так понял, будет не проблема. Но, если будет выпадать так редко, как гранаты. И будет ли выпадать на продажу. Понимаете? Да, водная вода. Адский рейд. Генерал демона огненного. Это первый, да, по-моему, триумфальный король. Инферно-шеф, блядь. Шефбургер, да? Короче, с каждого будет выпадать. Ну, теоретически. Миссия еженедельно. Еженедельно. Мистическая сила. 1, 2, 3, 4. Что-то мне кажется, это будет на сервере завоевания делаться. А может и нет. Ну, видите, да? Еженедельно. Мистическая сила. Вот, типа, и угадай, где оно. Вариантов два. Либо на сервере завоевания. В новой долине. Либо это будет делаться, возможно, даже аж начиная с корабля. То есть, какой-то там первый, восьмой мир. Вряд ли где-то там, в обычных локациях. Чё-то мне так кажется. Ну, точно не в небесном замке, блин. Так, система. Увеличение количества лотов для колод. Во, это самое то, что мы ждём уже с вами, не знаю, с первого дня создания игры. Информация об оборудовании для духа волшебного камня мистической части. Включение... Хер, конечно. Полное. Будет изменена, так что можно будет сохранить до 10 колод. Да, и нет никаких ограничений. Я думал, на это тоже введут. Типа, ты берёшь 40-ой левел, у тебя открывается 6-ая ячейка. Там 70-ая, 7-ая и так далее. Ну нет, смотрите, вроде бы сразу у всех будет 10. Это прекрасно. Да. Можно проверить и изменить. Да, это понятно. Смена колоды. Так вот, в чём прикол? У вас сейчас их 5. 5, да? В каждом ряду. 3 ряда. 5. 5 ячеек, 3 ряда. Правильно? То есть, нет. Подождите, как там ряд? Короче, поняли. 3 строки, 5 рядов. Во, вот так правильно. А будет 4 строки, да, и 10 рядов. Только вот будет оно вылазить вот в такую длинную полоску, или оно будет как-то свапаться? Там будет цифра 1, цифра 2. Скорее всего, будет просто свапаться, чтобы не занимать вам полэкрана, особенно на телефоне. Хотя это тоже вполне удобно, наверное. Ты же не сидишь прям каждую секунду, не переключаешь эти пресеты. Мне как минимум 2 нужно было. Это наконец-то теперь рассказывал уже сегодня. Смотрите, как удобно. Многие из вас, я уверен, как и я, не делают клановые дейлики по типу там 30 раз покопай траву, 30 раз покопай энергию. Не по причине того, что вам впадло ее копать. Лично я, чтобы поменять пресет на энергию, трачу, наверное, секунд 40. Пока вспомню, какого пета, куда поставить, блин, какой там дает энергию и так далее. А теперь ты просто один раз это сделал, аллилуйя, блять, и все. То есть теперь реально даже клан быстрее будет качаться, наверное, из-за этого. То есть мне впадло было просто менять питомцев, а не 30 раз там покопать травку. Вообще насрать. Я иногда пробегаю возле травы, делать нечего, такой, покопаю траву, такой, не, спасибо. У меня только пресет на сталь и на руду. Стоит и все. Теперь удобно. Спасибо, низкий вам поклон спустя 48 лет. Вы можете изменить, да, 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 для колоды, вы можете сменить все колонны. И там будут значки, кстати. То есть вы, допустим, сделали пресет на копку стали и руды. Добавляете туда значок кирки. То есть вы нажимаете на значок, и я так понимаю, там будет как-то вылазить один из пяти или десяти вариантов. Я не знаю, как они обозначат пвп. Может, так и будет пвп. Как они обозначат значок там удачи. Хотя, может, они об этом и не думали. Но значок кирки точно будет. Будет значок травы. Это я уже видел в корейском клиенте. И, по-моему, даже значок энергии был. Остальное не помню. Не буду вам рассказывать сказки. Подождем. Итак, магазин. Обновлен специальный призыв легендарного духа. Боже, наконец-то. Король феи Пепа. Это бабочка, да? Вот это последнее. Господи. Ну, что-то для фри-то-плейщиков. Так, дальше. Возвратный... Возвратный... Вернули, может, да? Внешний вид доступного... Доступно оборудование и крепление. Короче, если вы мечтали задонатить, но не успели. Всякие костюмчики и всякую хрень. Разработчики о вас подумали. Как говорится, лайк за такое, да? Внешний вид оборудования. Божечки. Изменение цвета по умолчанию. Конфета, трость. Леденец. Изменение ограничений покупки на рынке гоблинов. Опа, так. Секундочку. Ограничения раньше было 20, а сейчас 5. Тоже что-то на дешевом, да? Так, хорошо. О, самое важное. Исправление внутренних ошибок. Надеюсь, тут это есть. Добавлен значок для проверки военной информации во время битвы с Абук. Неинтересно. Увеличены характеристики чар эпического и легендарного уровня. Где? В шмотках. В артефакте. Ааа, блядь. Подумай, где, да? Пойди в игру, жди. Да, и узнаешь, где... Эпического и легендарного уровня. Где, блядь? В чем? Ну, типа, в шмотках одни, а в артефактах другие. Кстати, возможно. Я вангую, что они сделали в артефактах столько же, как и в шмотках. Хорошо. А такой вариант. Вот у меня, допустим, в шмотке стоит 9% на закидывание бессилия. А вы сделали 10. Мне просто поменяют на 10? Ну, вряд ли они сбросят, правильно? Дальше. Если у меня в артефакте стоит там защита от бессилия 5,9. А вы сделали там 7,5. Короче, зайдете сразу на шмотки свои и посмотрите, типа, что они там увеличили. Какие-то эпические, легендарного уровня. Ну, конечно, если у вас не синие шмотки. Понимаете, да? Ну, у меня нет легендарного артефакта, поэтому легендарного артефакта это точно моего не касается. Описание умения волшебника. Волшебный щит. У мага что-то. Просто описание поменяли, ясно? Изменено уведомление меню завоевания мистики при блокировке или разблокировке. А по поводу того, что когда ты выполняешь ежедневный квест 1 или 2, или ты все 30 взял, и у тебя персонаж просто как рулетка останавливается и прекращает бить. Или продолжает бить. Насчет этого вы ничего не хотите сказать, разрабы? Или они это пофиксили, но об этом не написали, как думаете? Бля, будет вообще не прикольно, если они об этом даже не то чтобы не знают, а у них до этого типа руки не дошли. Надо будет проверить. Да. Проверьте, кстати. Как только обнова войдет, если вы делаете там ежедневки, где угодно. То есть вы берете ежедневку, мы уже тестили каким угодно макаром. Если у вас типа персонаж, выполнив ежедневку, и у вас будет значок такой желтый, огромный, типа вы выполнили все ежедневные задания, даже если вы одно взяли, и вы после этого продолжили бить монстра, это вам тупо повезло. Повезло. Нет реально ни одной фишки, как сделать так, чтобы персонаж 100% пошел дальше. Вот возьмите все 30 миссий по одной. Ну то есть это вы 10 раз возьмете, так как в одной миссии 3 раза вы ее должны сделать. Вот возьмите за день, потратьте, и вот 10 раз попробуйте. И у вас будет приблизительно 5 из 5. 5 раз ваш персонаж будет как? 3 варианта развития, но 2 из них схожи. Первый вариант. Ваш персонаж остановится, если вас даже бьют какие-то монстры, они вашего персонажа добьют. Если стоит контратака, вы их убьете еще несколько монстров, но рано или поздно вы перестанете бить кого-то, и те монстры вас убьют, или вы просто остановитесь на том месте, где вы били финальных мобов. И все, вы просыпаетесь, подходите к компу или к телефону, ваш персонаж стоит. Вариант второй. Заканчивается квест. Ваш персонаж стоит от 10 секунд до 2 минут, реально проверено, и продолжает бить. Он такой типа, ау, точно, надо же драться. Вариант третий. Вы сдохнете и окажетесь в городе. Сразу, моментально, от тех мобов, которые вас добили. Но зачастую два варианта. Вы либо продолжили бить сразу, или через какое-то время, либо вы останавливаетесь на месте, либо вы в городе. Как бы тут не жалко гроба, жалко того, что ты рассчитываешь, что твой персонаж закончит делать там квест и продолжит там херачить мобов. Поэтому ты специально берешь, переносишь себе квесты, как тебе удобно, где ты хочешь, чтобы закончил твой персонаж. То есть я заканчиваю на корабле, допустим, или там в лесу каком-то еще где-то. То есть специально себе делаю. Просыпаешься, твой персонаж стоит такой, типа, загорает, блядь, уже как час минимум. Бесят, да. Понимаете? Надеюсь, это, я же говорю, пофиксят, падлы. Так, дальше, давайте еще посмотрим акции. Это что же интересно? Сейчас поставлю загружаться. Так, ивент. Это... Ага, это мы смотрели. Ивент по пять. Короче, вот этих бонусов. 12 раз нам всем дадут бонусы. Следующий. Это... А, это то, что будет продаваться. Ой, интересно. Блестки. А блестки как нам сделают? Так, секунду. Материалы. А, вот они, видите, по два с половиной поделили, по две с половиной тысячи. Раньше, помните, были отдельные коробки по пять, а тут они сделали две пятьсот, две пятьсот. Не знаю, зачем так. Ну, две коробки можно будет взять, то есть по пять тысяч. Вполне неплохо. Дальше, ящик с материалами улучшения. Свитки будут? О, да, есть. Есть по десять свитков. И сорок драконов. Ну, как я и говорил, это уже некая стандартная акция будет у них. Даже без обнов, я почти уверен, они будут это постоянно вводить. Это для того, чтобы вы древние монеты фармили. Больше покупали билеты, больше сидели на площади, на пике, все ясно. Так, следующий ивент, конфеты. Тысячу конфет вы должны фармить каждый день. И вот те, у кого лежат уже в инвентаре тысячу неизвестных итемов, будьте уверены, это тысячу конфет. Только вот непонятно, в шесть утра или во сколько, у вас останутся эти тысячу итемов. Вариантов три. У вас эти итемы, как и у меня, тупо удалили. Ноль у вас их или тысяча, или что-то в промежутке, у вас их удалили. Второй вариант. Тысяча итемов останется, но до шести вечера мы не сможем набивать больше эти итемы. Или вы сможете добить, сколько у вас не хватает. Вариант третий. Нам просто плюс один день, как будто добавят к акции. То есть, видите, это впервые такое, что итемы квестовые уже есть в игре, но самой акции нет. И НПСа, у которого менять, тоже нет. Да. То есть, вы в день выбиваете тысячу штук. Оговорено, да, заранее как чё. И здесь вы можете поменять на всякие свистоплюшки. Что брать? Не знаю, смотрите на свой персонажа, читайте, что вам важнее. Но, самое главное, лично я чё буду брать? Где он тут? Вот. Нет. Короче, тут где-то прокодекс есть. Как он там называется? Вот, вот, вот. Жуткий Хэллоуин 1. Короче, вот эти итемы где-то здесь, где-то тут эти итемы. В первую очередь я прокачаю кодекс. Сто пудового, потому что 2% общей атаки, защиты общей. 6% опыта, 20% точностей и... Что? Вход в открытый космос плюс 20? Чего, блядь? Куда вход, блядь? Как на английском написано. То есть, Ева, Эва, Эвейжен, переводится на русский язык как Вход в открытый космос. А-а-а! То есть, каждый раз, когда меня бьют, и у меня просто вот так вот, Ева, 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 я вхожу в открытый космос, блядь. Та у нас в ахуе. Блядь. Кугл! Как ты мог это перевести? ладно а с точностью видите проблем нет тут все нормально да главное вот вкачать в первую очередь чтобы в космос нормально влетать такая хуйня малята поэтому это нам понадобится в сумме сколько редкая золотая тыквы 6 8 штук редкая золот редкая золотая тыквы эпическая тыква она редкая почем редко где на редко и редкая золотая тыква 300 эпическая 600 по 4 штуки их вам до в сумме 8 получается там надо будет 1200 и 3 600 в сумме а чё так дорого прошлый раз мы за два дня набивали около двух тысяч стоило сейчас 3 3 с половиной дня понадобит правильно посчитал но 4 на 1200 4 2 4 то есть 2 400 1200 3 600 это три с половиной дня надо только на кодекс ебашить ну кодекс то с вами надолго а все остальные эти свистоплюшки они такие как бы зачастую рандомные а травка есть не вижу если чё напишите если травка так неважно ну и плюс тут коробки написано чё в коробках если вы берете коробки неплохая акция обожаю акции где там знаешь надо набивать и темы да это прям вообще так будто мотивация знаете персонажа качать ты такой фармишь и втыкаешь как у тебя и темы вылазят конфетки там какие-то чупа-чупсики вся хуйня так дальше до miracle так еще один и вент тут просто заходи да получай плюшки мы его уже обсуждали прекрасно особенно вот эти по 50 свитков получить до спойлер есть ачивка за открытие вот этих свитков можете зайти посмотреть у вас там какое-то количество из тысячи вы можете выполнить ровно три раза до третьего уровня добить четвертого уровня нет но если вы подписаны на мой телеграмм аракис games напишите в поиске вот мой телеграмм поэтому подпишитесь и в телеграмме я это все заранее вот видите сейчас вот эти так сюда я кинул и тут я еще кинул скриншот где-то заранее а вот видите третий левел финал то есть такое полезное я сюда сразу скидываю жажда маг камней видите то есть вы добиваете все дальше ачивка закрывается то есть вы получить можете три эпические штучки и все только три раза поэтому это как бы хорошо но я уже ачивки полностью закрыл то есть три по три каждый закрыл но все равно как бы лучей ты второго грейда нужны да и свиточки это прикольно так следующие акции или чё там так это мы смотрели а это мы еще не смотрели да так это мы смотрели да в общем подведем итоги шо собой самое топовое и для всех полезное это акции каждый может сделать второе кроме акции на сталь но это такое знаете для богатых второе это расширение ячеек божечки сейчас многие писаются от радости да о да я точно третье для меня конечно новый контент в виде этих орбов сфер поэтому вечером не пропустите наверняка либо я уже что-то поставил либо вечером будем как-то это что-то там делать да может я уже набью этих хит them of как там они там падать будут чего они там будет падать особенно в башне вообще не понятно с чего они будут падать с боссов с призы призывный боссов там гоблины есть башне гоблины в виде дракончиков вы поняли может с них будет падать сумдуков может будет падать вообще не ясно 0 инфы но я уверен когда мы получим хотя бы один такой и там можно будет нажать где его и как получить или через рынок и способы получения тамск хотя там тоже скорее всего напишут башни 1 4 этаж а с чего конкретно в башне может напишут а скорее всего не будет так травка есть но у кокаина все правильно вот такие вот дела так что ставьте лайки подписывайтесь на канал вечером розыгрыш за лайки то есть вы заходите на стрим поставили лайк участвуйте в розыгрыше ежедневно я разыграю голду также я продаю голду на любом сервере в европе обращайтесь покупайте есть альбом со всей полезной информацией где есть точки фарма и так далее если вы начинаете играть в эту игру то есть могу вам предложить развитие вашего персонажа и прочее или прокачать аракисом тоже такое можно или банально предложить вам те паки в игре если вы их не можете купить и вы за 30 баксов игре купите топовые паки и раскачаетесь тут до сотого левела вообще не парюсь за два месяца сотый левел вы можете до сотый левел за два месяца вы возьмете ну или купите себе персонажа и не парьтесь если у вас есть уже опыт игры по любым услугам по делу пишите мне вконтакте либо в телеграме в ибере отвечаю редко все дела или на бусте мне пишите на бусте можете подписаться получить альбом и туда же мне писать если чё по делу так что вечером на стриме всем удачи всем пасибочки всем пока 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 да оставляйте комментарии чё вам самое интересное чем понравилось там не понравилось